Здравствуйте, мы возвращаемся в прямой эфир репортера, меня зовут Григорий Блайда. Мы сегодня говорим о теме, которая почему-то на фоне безвиза осталась незамеченной. Ну, во всяком случае, в официальных источниках они говорят гораздо меньше, чем о получении Украины безвизового режима со стороны стран Европейского Союза. Это Сенат Нидерландов накануне поддержал ратификацию соглашения об ассоциации Украины-Европейский Союз. Это, помните, тот самый референдум, который Нидерланды абсолютным большинством голосов проголосовали против ассоциации с Украиной. После внесения определенных поправок Украина все-таки получила добро для получения ассоциации со стороны Нидерландов. Вот сегодня мы об этом говорим, о перспективах этого вопроса, о том, хорошо это или плохо для Украины, чем это обернется в результате. С нашими сегодняшними экспертами Дмитрий Спивак, глава платформы «Национальная стратегия развития». Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Петр Обухов, экс-депутат Одесского областного совета, человек, который год назад ездил в Нидерланды, участвовал в велопробеге в поддержку ассоциации Украины-ЕС. Поэтому, собственно, мы пригласили вас сюда. Здравствуйте. И Сергей Якубовский, доктор экономических наук, поговорим об экономической части этого соглашения. Сегодня у нас также будет включение с киевским экспертом, экономистом Александром Ахрименко, который тоже свое мнение по этому вопросу скажет, озвучит, хорошо это или плохо. Но стоит сказать, что Нидерланды согласились поддержать ратификацию соглашения только после того, как были внесены определенные поправки в это соглашение. И они в первую очередь касаются перспективы Украины войти в состав Европейского союза, точнее уже ее отсутствие. Кроме того, это финансовая поддержка Украины со стороны стран Европейского союза и Нидерландов в частности. Этой поддержки тоже не будет. Ну и граждане Украины в новой редакции соглашения не могут участвовать, скажем так, официально трудоустраиваться на территории Европейского союза. Что в результате Украина получает. Там не совсем так. Там смешная история. Это не поправка к ассоциации. Там очень много путаниц. Поэтому я хочу, чтобы мы здесь разъяснили. Они просто приняли отдельное такое объявление, так скажем, от Сената, от парламента о том, что Украина не получит право, украинцы не получат право работать. Что там, по-моему, не будет оборонной помощи, не будет дополнительной финансовой помощи. Но что самое смешное, ничего подобного соглашение об ассоциации и не предусматривало. То есть это такой легкий обмаз у всех граждан. А вот поправки все-таки были внесены? Нет, это не поправки. Это дополнение к ассоциации. Если позволите, надо для наших телезрителей, чтобы было понятно, о чем идет речь. Вы правильно сказали, что после референдума, который прошел в Нидерландах, где 50 с копейками процентов граждан не поддержали ассоциацию с Украиной. Тем не менее, правительство и Верхняя палата парламента приняли решение, которое как бы в пользу Украины. Я вообще хочу сказать, что сегодня в европейском политикуме сложилась очень удачная политическая конъюнктура для Украины. Поэтому многие вопросы, которые сегодня принимаются, они не столько проукраинские, как они антироссийские. Но поскольку они антироссийские, знаете, все, что плохо там, то хорошо здесь. Поэтому, возвращаясь теперь к самому документу, вы очень здорово все правильно сказали, когда заострили внимание и наши телезрители на так называемых поправках. А в этом и есть суть, соль и по-одесски говорят цимис до того, что произошло сегодня в Нидерландах. После отрицательного голосования на референдуме, после того, как правительство Нидерландов стали там все уговаривать, потому что это единственное и последнее государство, которое, так сказать, приняло такое антиукраинское решение. Их стали уговаривать все, потому что, ну, как бы, так сказать, все это зависло на волоске, непонятно, что с этим делать. Потому что правила Европейского Союза таковы, что ассоциация полностью вступает в силу и считается ратифицированной. Только после того, как ее ратифицируют все участники данного процесса. Ну, в общем, уговаривали и уговаривали Нидерланды. Ничего не получалось у них до тех пор, пока весь Европейский Союз не пошел на беспрецедентный, на мой взгляд, если история показывает еще что-то аналогичное, я подниму руки. Но, на мой взгляд, Европа пошла на беспрецедентный шантаж вот такой малюсенькой страны, как Нидерланды, в отношении Украины только для того, чтобы, так сказать, сохранить лицо, сохранить вот эту картинку подписания и так далее. Мы абсолютно правильно сказали, что Нидерланды потребовали от Евросоюза включить, и не важно, как это называется, мы не юристы здесь, не международники. В любом случае, ассоциация и ратификация ассоциации Европы и Украины, в любом случае, это документ политический и юридический. Да, есть два аспекта, политический и юридический аспект. Поэтому я не буду углубляться в юридический аспект, как эти поправки были внесены, как многие считают в качестве дополнения к договору об ассоциации или каким-то другим формальным способом. Но вы совершенно правильно сказали, что там записаны четыре, на мой взгляд, я опять же высказываю свою точку зрения, на мой взгляд, немножко унизительные для Украины факты. Первое. Нам говорят, зная, так сказать, украинскую систему миграции, зная, какое количество нелегальных рабочих сил, рук, сегодня пересекают украинскую границу, так сказать, в поисках лучшей жизни, там сказали, что граждане Украины не имеют права официально трудоустраиваться в рамках этого соглашения. Второе. Украина подчеркнула, что в ближайшие годы заканчивается всякая помощь с точки зрения обороновой доктрины, ну и с точки зрения развития тех или иных демократических институций. Ну и самое, заканчиваю, да. Ну и самая такая странная, я соглашусь с Петей вот насчет того, что... Там вообще нет раз дела про оборону. Фраза, секундочку. Речь идет о финансовой помощи. Друзья, дайте мне. Да, и последний пункт, который приняла Европа в качестве, вот так сказать, ультимативных требований Нидерландов, он вообще, с одной стороны, смешной, а с другой стороны, и вам об этом скажет любой политик, не финансист, не юрист, политик, потому что это документ политический. Так вот, с другой стороны, политический, это такая, знаете, политическая плюха, некрасивая. Там написано, черным по белому, что ассоциация, это все здорово, Украина должна выполнить это, это, это. Кстати, очень многие пункты, вот экономист, наверное, поправит меня, если я не так. Ну да, очень многие пункты экономической части соглашения уже вошли в действие, действуют кто-то с 14... Какие это пункты с 14-го года, что-то с 15-го, что-то с 1-го января, 16-го года. Но политически нам сказали, давайте забьем в этот документ, что Украина, как государство, подписывая договор об ассоциации с Европейским Союзом, в данном аспекте не идет речь вообще о перспективе ассоциированного членства. После этой фразы данный договор превращается в такую шпаргалку Европейского Союза к Украине, о том, что нам необходимо сделать со своим политическим устройством, со своей экономической доктриной, со своими производственными мощностями, со своим финансовым сектором и со своим законодательством. Давайте сделаем паузу, да. Поэтому безвиз важнее, 100%. Так вот, собственно, зачем вся эта ассоциация нужна, если перспективы членства Европейского Союза и Украины? Сам договор никто не менял, потому что если бы его поменяли, то пришлось бы его перератифицировать. Перератифицировать во всех 28 странах, это длилось бы еще несколько лет. Это такой фиговый листок, который приняли исключительно в Нидерландах для внутреннего использования. По поводу вступления Украины в ЕС, не вступления. Есть критерии копенгагенские, что страна, которая хочет вступить ЕС, она должна быть в Европе, у нее должна быть развитая рыночная экономика, у нее должна быть демократия. Эти критерии никуда не делись. И они прописаны, в том числе развитие страны в этих аспектах, прописано в этом соглашении об ассоциации. И на самом деле, выполнение этого соглашения приблизит нас к членству УЕС, даже если там этого не написано. Разрешите, потому что некогда дата общения с экономической аспектом. Во-первых, речь идет о том, что те поправки к соглашению, да, действительно, юридически соглашение не поменялось, и Украина их не признала. Но вот эти четыре пункта были приняты на Совете Европейского Союза. Это не в Нидерландах. Это все главы 28 государств заявили, что есть соглашение, но вот есть наша позиция. Это было предложение Нидерландах, которые поддержали все государства, члены США. Да, почему не особо радуются этому событию? Потому что то, что произошло вчера, то, что Сенат поддержал данное соглашение, это, в общем-то, понимаете, это плевок в адрес Европы. Потому что никогда еще ни одна европейская страна не шла против собственного народа. Есть решение референдума, 62% граждан Нидерландов проголосовали против данного соглашения. Не меняя тексты соглашения, парламент его ратифицирует. Я тут полностью согласен с господином Спиваком, здесь речь идет о России. На самом деле данное соглашение, данное решение связано с Россией. Настолько сейчас Европа, ну, уже несколько лет, опасается России, особенно вот после выборов в США. Уже раньше считали, что Путин там захватчик с точки зрения военной силы, а теперь вот уже киберпреступник, который может, в общем-то, избирать президента и так далее. Поэтому это соглашение, ратификация была сделана для того, чтобы показать России, вот я думаю, что где-то и Россия сыграла свою роль в результатах референдума, может быть, грамотные программисты, и кто-то там велопробеги, кто-то, в общем-то, организовала общественность, что вот у вас не пройдет, вот мы даже, имея этот референдум, результаты референдума, мы заставили Нидерланды, действительно их заставили, начали говорить, вот мы же единые европейцы, вот как мы так вот перед агрессором покажем, что мы не поддержим Украину. Но при этом понимая, что Украина является самой коррумпированной страной в Европе, что Украина за последние 30,5 года, не то что не стала ближе к Европейскому Союзу, а стала значительно дальше. Они прописали те пункты, чтобы однозначно показать, что... Нет, ну на вертолетах у нас коррупционеров еще не возили. Да, водят на кого-то, потом отпускают, тихо, спокойно, да, без гелатолета, тройки. Да, поэтому это, в общем-то, я считаю, что клевок европейцев в свой адрес, это, в общем-то, показывает, насколько Европейский Союз является лживой организацией. Но это не первый случай, когда миллиарды долларов и евро выделяются Украине, когда государственный долг Украины за 3,5 года вырос с 40% ВВП до 81% ВВП, и при этом мы не увидели, чтобы что-то построили, что-то... Лживо или не лживо, но тем не менее уровень жизни для людей – это главный критерий все-таки. Да, а теперь уровень жизни. Для Европейского Союза. Да, ну да, но я думаю, что в Европе вот с такой политикой долго не придется. Горь, вы задали самый главный вопрос в самом начале. Когда комментировали, вы сказали, что тема нашей передачи – так что это даст для Украины? Я вам попытаюсь ответить в одном предложении. Политически, это политический месседж, что, друзья, мы видим вас где-то рядом, и давайте все-таки от России подальше развиваться в одном, так сказать, направлении. В экономическом плане Украины еще для того, чтобы реализовать все, что написано в экономической части этой ассоциации еще, господи, работать и работать, начать и закончить. В законодательной части даже сегодня вице-премьер Украины Климкуш-Цинцадзе сказала, что немножко мы даже опаздываем уже по срокам, что там есть масса тех законодательных актов, которые Украина уже давным-давно должна была, брала на себя обязательства выполнить. А с точки зрения конечной цели, а что произойдет с каждым отдельным гражданином Украины – вот ничего. Что изменится? Ничего. А тут если на вас было с двух сторон, вы согласны то с Дмитрием, то с Сергеем, и я вам объясню вам так слово. В этом соглашении описан план на 10 лет. Поскольку Петр ездил на велосипеде защищать это, он обязан защищать это. Очевидно, очевидно, он не просто так ездил. Кто-то профинансировал, кто-то, чтобы поддержал. Вопрос о том, что почему не было радости вот сейчас в этот момент. Вот без виз он вступит 11 июня. А соглашение об ассоциации, хотя оно было ратифицировано вот вчера, вступило в действие два года назад. Ну, такой парадокс. Просто Евросоюз принял такое решение, что оно временно. Не совсем так. Но оно временно вступает в силу. Не совсем так. Юридически с 1 августа, скорее всего, после подписания. Ну, я не буду все процедуры говорить, но где-то идет к тому, что с 1.08.2017 года будет считаться договор об ассоциации Украины и ЕС, вступивший в силу, готовить ратифицировать. А зона свободной торговли, которая описывается этим договором, работает уже полтора года. То есть, ну, тут смешная история. Вот вы говорите, что немножко не послушали мнение нидерландцев. Во-первых, не абсолютное большинство, а на референдум пришло 32%. И из этих 32% 50-60%. Ну, это по закону состоялся? Да, состоялся, но это не абсолютное большинство. У меня там... К тому же вопросу о том, что большинство украинцев не избирали Петропавловича. Ну, он президент, да. Так вот, мы там встретили одного человека, он ехал на велосипеде, такой пожилой мужчина, немножко такой задрыпанный. И мы с ним разговорились, он говорит, я вот буду голосовать против. Я ничего против Украины не имею, но в 2005 году был референдум у нас по поводу Конституции Европейского Союза. И мы эту Конституцию провалили. А европейские чиновники взяли и в основном суть этой Конституции повторили в Лиссабонском договоре. И подписали его, наплевав на наше мнение. И вот сейчас я им покажу, этим гадам проголосуют против. Точно так же, очевидно, у президента Эрислава Сергея, это точно так же наплевали на мнение граждан Нидерландов, утвердив Сенат, поддержав ратификацию. А до этого Нижнего Парлатова? Есть верники решению референдума. Вот какой был провал, какая информационная позиция была Украины по поводу Нидерландов. Провалили, проиграли, но ничего. Но все равно дожмем. Есть еще другой аспект. Петр говорит, что те или иные экономические разделы этой большой ассоциации, этого большого договора уже работают где-то год, полтора и так далее. Я вам скажу, что мне кажется, что для Европы, для европейских производителей это намного более выгодно, вот право подтвердить или нет, чем для Украины. Потому что украинские производственные объединения и предприятия вообще пока не готовы. По качествам, по стандартам, ну по многим параграфам, продукция украинских предприятий не готова еще и не будет впущена в европейские рынки. Это все сказки бабушки Арины. Наши европейские чиновники ездили по 20 молокозаводам. Украинские мы полагали стандартсизации. Мы говорим о том, что сегодня украинский рынок, это не так уж много государств с 40-миллионным населением. Правда же, сегодня украинский рынок открыт полностью, хлынуло сюда полностью все европейские, огромное количество европейских товаров. Что касается украинских товаров, то несмотря на то, что ассоциация это как бы дорога с двухсторонним движением, пока этого не происходит. Следующий аспект, друзья мои, позволю себе сказать, что в европейской политике не бывает случайных событий. Все абсолютно взаимосвязано. Избрание Макрона, встреча его с Путиным, встреча его с Меркель, европейский визит Трампа. Сегодня все складывается таким образом, что делается попытка сохранить единство Европы. После Брексита, после того, что сделала Великобритания, после заявлений премьер-министра Великобритании и так далее. То есть много субъективных и объективных факторов в европейском политикуме сыграли на то, чтобы Европа, ну вот как-то, так сказать, вместе с это, опять же скажу, маленьким государством Нидерланды, так сказать, ну дали вот этот политический месседж Украине, что, друзья, мы о вас не забываем, вы где-то рядышком. Мы, конечно, вас в свой дом не пустим, потому что у вас грязная обувь, и вам еще очень-очень много от чего нужно очищаться. Но где-то рядышком с нашим подъездом, будьте любезны, побудьте. Все остальное, поверьте мне, это задача украинского парламента, украинского правительства, украинских правоохранительных органов, украинского НАБУ, членов которого уже ловят на взятки. Да, я думаю, что в Европе с ума сходят, там просто у них файлы не сходятся, как можно создать так громко национальное антикоррупционное бюро, чтобы через год работы А, результаты ноль, Б, уже двух человек задержали на взятках, против которых, собственно, и должно работать на обуви. Да, я вот хотел поддержать по поводу торговли. Вот есть цифры. Если взять торговлю Европейского совета с Украиной, то в 2015 году дефицит был минус 2 миллиарда 300 миллионов долларов. У нас? У нас, у нас. В 2016 году, когда и Украина открыла свой рынок для европейских товаров, дефицит вырос до 3 миллиардов 600 миллионов. То есть ситуация аналогичная со вступлением СОД в 2008 году. Тогда мы тоже вроде как интегрировались, но за счет того, что ничего в экономике не поменялось, более мобильные, более конкурентоспособные наши партнеры из-за рубежа увеличили импорт в Украину. То же самое с Европейским Союзом. Если вы встаете на 2016 год, да, незначительно украинский экспорт в ЕС вырос, по-моему, на 3%. 3,3, да. Да, из Европейского Союза на 12% импорт вырос. И в результате дефицит возрос на 1 миллиард 300 миллионов долларов. То есть нагрузка на платежный баланс, на золотовалютные резервы и потом на валютный курс. То есть если мы через пару лет увидим доллар по 40 гривен, то одна из причин – это реализация данного соглашения. Потому что Украина открыла свой рынок, ничего не появляя внутри, не появилась возможность для привлечения иностранных инвестиций, которые могли бы потом увеличить украинский экспорт. То есть структура украинского экспорта осталась та же. А покупательская способность снизилась, конкуренцию в товаропроизводителях мы проигрываем. Поэтому наш… Кстати, извините, вот буквально, знаете, интересно, прошу прощения, если я кого-то перебил, телезрители у нас же не все, экономисты. Вот смотрите, Григорий, вот скажите мне, вот мы сейчас сидим в вашей студии, вот нас смотрят телезрители. То, о чем мы сейчас говорим. Покажите мне хоть одну вещь в этой студии украинского производства. Я думаю, стол. А я думаю, что нет. Ничего нет. Может быть, производство все украинское. То есть, понимаете, да? Понимаете. То есть, начиная, грубо говоря, от пепельницы, заканчивая автомобильными телевизорами, ну, всем потребительствам мы покупаем европейские товары. И поэтому, безусловно, Европа заинтересована в такой Украине. А. Коррумпированной, Б. В таком рынке и так далее. И кто здесь… Европа не заинтересована в коррумпированной Украине, иначе она не заставляла бы нас создавать НАБУ. Они что, не знали, как это будет НАБУ? Очень заинтересована. Может, не знали, как это тракция. Давайте послушаем. Не заставляли бы открывать НАЗК и декларации всех чиновников и публиковать. И что? Давайте послушаем мнение киевского эксперта Александра Хриминга, с которым мы поговорили и о политическом аспекте этого вопроса, о вот этих самых поправках и коротко затронули экономический вопрос. В частности, почему вот эта новая редакция соглашения, если можно так назвать. Евросоюз подразумевает прекращение финансирования Украины со стороны Европейского Союза. Вот мнение киевского эксперта. Давайте послушаем. Евросоюз, в общем, такая страна дотационная. Ну, вы, наверное, знаете, что есть общие фонды Евросоюза. Есть страны, которые их фактически наполняют. Наполняют Германию, больше всего дают. Франция, Нидерланды. Раньше давала, соответственно, Великобританию. Как ни странно, Скандинавию не так много дают. Я когда-то думал, что больше дают Италию, чем Скандинавию. Не удивляйтесь. И есть масса, громадное количество стран, которые дотируют. Польша, Литва, Венгрия, Греция, как вы догадываетесь. И в результате Нидерланды, ну, поставили такой вопрос, минутку. Но если мы финансируем, грубо говоря, за счет, обращая внимание, нидерландских налогоплательщиков, тут же причем тоже такая фишка, это не просто деньги с воздуха, это деньги, которые идут с бюджета Нидерландов. Если говорить, мы финансируем за счет нидерландских, ну, как сказать, голландцы не доедают, скажем так, то мы хотим иметь свое мнение. Это не сказать, что, пожалуйста, мы согласны на ассоциацию с Украиной при условии, что мало того, что мы финансируем Польшу, Литву, Латву и так дальше, деньги с общих фондов не могут быть ни под каким видом использованы в помощь Украине. Ну, здесь я, в общем-то, понимаю Нидерланды, потому что они говорят, ну, сколько же можно, мы, говорит, столько же финансируем, а обратно же нет входа. Это раз. Во-вторых, вы же не забывайте, есть такой маленький курьез. Нидерланды, ну, в общем-то, довольно занимают активную позицию на мировом рынке торговли продуктов и питания. И здесь где-то мы наступаем им на пятки. Они бы хотели все-таки, чтобы Украина не была активным конкурентом. Конкурентов никто не любит. Это факт. Они тоже хотят, как бы, сразу говорить, что минутку, есть общий рынок, есть наши правила, и Украина здесь никак не может нас обыграть. Нельзя. То есть, пожалуйста, на общих основаниях, что Украина, что Габон, что Мадагаскар должен работать с Евросоюзом. Никаких особых преференций быть не должно. Ну, в принципе, тоже их можно понять, потому что бизнес есть. Украина вряд ли, когда-либо, может стать членом Евросоюза. Если помните, в свое время министр иностранных дел Франции заявлял, что это такая перспектива, не стоит даже давать надежду. Несколько раз немецкие представители говорили. Но, понимаете, как, эти все политики как бы стараются говорить, не говоря. А вот руководство Нидерландов предлагает четко прописать в соглашении, что Украина никогда не будет членом Евросоюза. Главная причина, ну, бюджет Нидерландов Украину не выдержит. Нет, здесь действительно, помните, здесь больше экономики. Они происходно понимают, что, не дай Боже, Украина действительно получит даже какой-то полуассоци... Ну, какой-то более преференции. Это уже никакого бюджета Нидерландов. И по этой причине они хотят, чтобы четко было прописано. Я думаю, если бы на сегодняшний момент референцию проводили в Германии и Франции, большинство граждан проголосовали про против Украины. Да, в Литве, конечно, проголосовали бы за то, чтобы Украину принять. Им же какая разница, что они же ничего не финансируют. Вы знаете, деньги никто не хочет тратить на Украину, по сути. Но давайте об экономической части. Людям важно понимать, увеличится ли количество купюр в их кошельках после подписания соглашения в Ассоциации с Европейским Союзом. Станет ли больше пенсия, зарплата? Не знаю, появится ли, в конце концов, Икеа в Одессе? Станут ли лучше дороги? Или только дороги в районе Вилково будут лучше? Или трасса Одесса-Рени? Вот что конкретно почувствует каждый конкретный человек мы с вами после того, как вот этот вот скандальный вопрос будет все-таки приятен? Станет хуже. Вот, кстати, я могу сказать, вместе с отключением российских сайтов и социальных сетей Украина отключила Евроньюз. То есть сейчас вы в Украине не можете смотреть Евроньюз, потому что вроде как из экономии бюджетных средств перестали финансировать украинскую службу Евроньюз. То есть теперь мы европейские новости не можем смотреть. Ни российские, ни европейские. Останется, наверное, скоро только Пятый канал, либо что-то другое. Так вот, украинские власти, они постараются использовать эту ратификацию как поддержка ЕС, якобы реформ, которая существует в Украине. То есть они будут вести себя так же, как и раньше. Ведь мы стали ближе к Европе? Не стали. Вот тот небольшой рост экспорта в Европу за счет чего? Это, прежде всего, семена подсолнечника, это рапс, это лес кругляк. То, что я пришла вот, то сырье. Причем, то сырье, которое в Европе нельзя выращивать, потому что... У нас улиток выращивают, как ни странно, мы выросли по экспорту улиток. Ну, улитки, да, может быть, это и плюс для Украины. Но это та продукция, которая в Европе не поддерживается, потому что, опять-таки, это продукция, которая уничтожает почву. Если говорить о лесе кругляке, то, вы меня извините, это вырубка лесов, которая является национальным достоянием, и нас заставили отказаться от запрета экспорта этого леса. Да, цифры вырастут, но что будет с людьми в Украине, с нашими... Я ни в коем случае не иронизирую, не просто так вы ездили в Нидерланды, аж для того, чтобы поддержать, высказать мнение украинцев по поводу необходимости подписания ассоциации. Вы видите экономический преимущество? Я вам отвечу, вот сразу после твоего подписания ничего не поменяется вообще. Что, через 5? Очевидно, что... Через 3, 5 лет. Конечно. Что? Ну, вы можете посмотреть, наш экспорт переориентируется на Евросоюз, мы теряем связи с Россией, с каждым годом все меньше и меньше, особенно хорошо это видно по газу, и мы присоединяемся частично, медленно к рынку ЕС. Да, там прописаны квоты, но они каждый год эти квоты увеличивают. И по плану через 10 лет у нас должна заработать полностью свободная зона торговли. И, конечно, рынок есть... Которая будет выгодна Украине? Конечно, рынок есть. Или выгодна Европейскому Союзу? Она выгодна и тем, и другим, на самом деле. Но мы не почувствуем это здесь и сейчас. Пункт первый, чтобы закончить с Нидерландами, знаете, в парусном спорте, может быть, кто-то увлекается, из наших гостей, из телезрителей, есть такое понятие «попутный ветер». В этой маленькой стране, в которой абсолютно нулевой уровень коррупции, именно поэтому они, наверное, к нам так отрицательно относятся, в этой маленькой стране им появился такой попутный политический ветер. То есть вся Европа уговаривала Нидерланды сделать этот шаг. Ну уж они, так сказать, на нас уже и отыграли. Сказали, окей, мы ратифицируем, пойдем против воли своего народа, ну тогда давайте уж, чтобы на весь мир прозвучало, что мы хотим от Украины. Ну вот оно, так сказать, и прозвучало на весь мир. И маленькая страна Нидерланды сегодня на первых страницах всей мировой прессы, так сказать, в результате каких переговоров закулисных и открытых они все-таки пошли на встречу Украины. Это что касается Нидерландов. Теперь, что касается экономической, политической части. Послушайте, друзья, для этого существует, для того, чтобы спор между политиками, экспертом и экономистом, ну неважно, просто чтобы спор, разные точки зрения приходили к какому-то консенсусу, у каждого своя правда. Для этого существуют авторитетные международные институции, которые отслеживают все параметры жизнедеятельности того или иного государства и по итогам года, да, делают такие таблички, которые всем интересны. Докладываю вам, а вы это все то же самое, вы это все, естественно, знаете. Украина, да, 128 место по уровню спринятия бизнеса, 147 место по уровню коррупции, четвертое снизу место по уровню и состоянию дорог, да, там между Гватемалой и так далее, хотя только на Одессу-Киев, я думаю, вбухали за эти 4-5 лет несколько бюджетов той самой Гватемалы, да. Я не помню, не буду сейчас обманывать, но очень нехорошее место занимаем по уровню детской заболеваемости, туберкул и так далее, и так далее. Это объективные аспекты эффективности государственной политики того или иного государства. И только от этих цифровых показателей отталкиваются европейские политики, принимая решение финансировать эту коррумпированную дыру или не финансировать. И последний аспект немаловажный. Послушайте, Меркель, нового президента Макрона, премьер-министра любой европейской страны интересуют не граждане Украины, и не то, как мы с вами тут будем газ покупать и по каким дорогам будем ездить, им абсолютно наплевать. Их интересует мнение своих избирателей. А избиратели европейских стран начинают задавать вопросы своим политикам. Ребят, от чего это вот налоги, когда вот я тут работаю с утра до вечера, и на каком праве, какая причина фундаментальная, а почему частичка моих налогов постоянно идет в помощь Украине, Украине, Украине. Да в Украине все есть, говорят европейские избиратели, и они правы. Потому что в Украине есть то, чего, я не знаю, Голландия, я не знаю, в каких снах может представить себе, чтобы у них было то, что есть у нас. Плодородные земли, металлургия, порты, море, реки, озер. Все есть в Украине. Все есть. Только грабят много, воруют много. Как говорил Михаил Михайлович Жванецкий, господа, не воруйте с убытков, воруйте с прибылей. А я вот отвечу избирателям, допустим, шведского премьер-министра. На примере есть шведская компания Икея. Она могла бы открыть в Украине, в Одессе, вот вы говорили про нее в своих филиалах. Собираются в Украине. Да, но они, вот я читал интервью с бывшим директором Икеи, который по вот этим странам СНГ, он не шел в Украину, потому что здесь коррупция. Они принципиально вообще никому никогда не платят взяток. Поэтому они не смогли зайти в 11-м году. Кстати, они не прошли, да, есть куларная информация о том, что они встретились с администрацией президента Януковича, и они спросили, сколько? И куча, и ющенко. Они понимают, чем идет речь. Это кто кому должен платить. Так вот, разве гражданам Швеции не выгодно, чтобы здесь открылась Икея? Им выгодно. Поэтому премьер-министру Швеции выгодно помочь Украине, побороть немножко коррупции. Граждане Украины говорят, что гражданам Швеции это выгодно. А граждане Швеции, отвечают гражданам Украины, не ребята демократы. Это вам выгодны наши деньги, а вы нам не очень. Ребят, это спор, он не может быть без цифровых показателей. Давайте еще раз, и может быть эту тему не надо так долго. Подписана, ратифицирована ассоциация. Для политиков, для тех, кто сегодня находится у власти, ну да, политически можно говорить о каких-то достижениях, успехах. Но нельзя жить, знаете, между зрадами и перемогами. Есть, естественно, жизнь, как говорят. Есть, естественно, жизнь, естественно, какие-то проблемы у каждого гражданина. Видите, я уже украинскую мову заговорил, потому что скоро квоты будут уже застосованы для каждого телеканалу, и ваш не будет вынятком из этого. Поэтому, друзья, ассоциация Подписана, как она там будет функционировать, я не знаю. Нынешний парламент, на мой взгляд, не способен, да, не способен будет довести начатое до конца. Нынешний уровень коррупции, я не вижу тенденции на снижение. Вы платили откуда-то на снижение какого-то? Вот не вижу. Не, мы же говорим, Петр, мы говорим же нет-нет. Ну это же, смотрите, коррупция существует трех видов, и вы это знаете. Да, бытовая, это вот как вы говорите, послушайте, бытовая коррупция среднего класса, да, и теневая экономика элитарная, там, коррупция высших эшелонов власти и так далее. Только один взгляд на электронные декларации наших чиновников и политиков отвечают вам на все остальные вопросы. Реакции СССР и внутри Украины показывают, что, в общем-то, ничего не принялось. А вот без виз, да, это интересно. Я вот подал заявление, хочу получить паспорт вот этот новый, модный. Это, кстати, то, что осязаем. Да, посмотрим, что это осязаем. Поэтому мы, собственно, собрались здесь для того, чтобы понять, осязаем или ассоциация, что получит каждый из нас. Без виз осязаем, единственное, мы не знаем, чем это все закончится. Давайте подытожить, да, экономические аспекты все-таки этой ассоциации. А если Петр говорит, что мы почувствуем, но через несколько лет, вы что скажете? Ну, понимаете, зона свободной торговли со стороны ЕС начала действовать в отношении к Украине с мая 2014 года. То есть прошло уже три года на самом деле. И мы не почувствовали, потому что реально для того, чтобы... А почему, кстати, на ваш взгляд, не почувствовали? А потому что, ну, то не условия не поменялись. У нас поменялся президент, частично парламент. Но отношение государства, бизнеса к народу, к конкуренции, не поменялось. До сих пор существуют кланы, которые как контролировали целые регионы, целые отрасли экономики, так и они остались. И они никогда не пустят европейского инвестора. Что будет эта шведская фирма выпускать? Ее пустят на рынок газа Украины, пустят ли ее на электроэнергию, пустят ли ее на перевозки. А по электроэнергии, кстати, принят закон на рынке электроэнергии. Закон принимайте сколько угодно. Знаете, у нас и НАБУ тоже принято, и там такой закон, что просто идеальный. Да, они как вели себя, так и ведут. Поэтому, пока вот эта клановая экономика существует, ничего не поменяется. И монополии. И монополии, да. Пока не разрушатся монополии, ничего не будет. Да, это одно и то же. Ничего не будет. Они никого не пустят из Европы, чтобы они создали конкуренцию в Украине. Мы будем медленно деградировать, дороги будут деградировать, коррупция будет растить. Телевая экономика будет возрастать. То есть, знаете, чтобы было понятно, да, одесситам, то пока одесситы не будут иметь возможность выбирать, у кого они будут покупать газ, у Облгаза или у любой другой компании. Пока одесситы не будут иметь возможность у кого закупать там и оплачивать услуги по водоснабжению, по электричеству, по газу, Облгазу, Облэнерго и так далее. То есть, пока не будет разрушена такая монополия, как один из, да, как один из, пока наши предприятия по типу Одесского припортного завода будут сначала доводиться до банкротства, а потом за 4 копейки продаваться неким приближенным особам. Это же не называется прозрачная приватизация. И я хочу, чтобы мы отдавали себе отчет. Друзья, в крупных государствах европейских, да, существуют разведки, экономические разведки, контрразведки, аналитические департаменты. Они про нас знают больше, чем мы сами про себя. То есть, каждый из нас присутствующих в этой студии, про себя каждый знает меньше, чем Германия, Италия, Франция знают про Украину. Они знают абсолютно все. Они отслеживают, это их задачи, для этого работают, так сказать, и так далее, и так далее. Поэтому еще раз, я хочу еще раз и еще раз, чтобы мы поняли. Ассоциация, договор об ассоциации Украины с ЕС, которая ратифицирована уже наконец-то, это дорожная карта и очередной месседж Европы к Украине. Друзья, хотите жить цивилизованно, начинайте работать, вот вам калька, вот вам как нужно делать. И дальше ваше право, чего вы с этим будете делать. Поэтому я хочу, чтобы граждане Украины, одесситы в данном случае понимали, что от этой бумаги жизнь каждого гражданина никоим мере не изменится. Это прописанная помощь. Но пока не доверяют, но дают понять, что если вы изменитесь, мы вам начнем делать. Мы в этом году уже получили 600 миллионов евро от Евросоюза помощи. Это на самом деле... Как они потрачены, кто стал сильнее, кто стал богаче, чем 600 миллионов, понимаете, это вредная помощь, поймите. Давайте мысли, что... Не давайте нам денег, потому что они возрастают, растут государственные... Давайте зарабатывать, делать что-то, да. Давайте зарабатывать, не то, чтобы давайте нам деньги и мы будем жить богато. Нет, давайте заработаем и начнем жить богато только потому, что мы научились их зарабатывать. Давайте закончим программу и за кадром продолжим. Оставайтесь с репортером, с нами было интересно. Спасибо.